Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Я очень рада приветствовать вас. И я безумно рада приветствовать и нашу сегодняшнюю гостью. А у нас сегодня в гостях музыкальный продюсер, поэт, композитор, сценарист, режиссер, в общем, величайшая женщина современности, говорю, с удовольствием не лукаве, Елена Кипер. Здравствуйте. Спасибо большое, Александра. Мне очень приятно. Я прекрасно понимаю и даже сожалею, что мы с вами за время программы, конечно, не успеем охватить всю вашу деятельность и обо всём подробно рассказать. Но есть в этом и плюс большой, значит, мы обязательно вас будем ждать с удовольствием ещё и ещё и ещё раз в последующее время. Спасибо, что это интересно. На самом деле, знаете, как деятельность, она плодами, да, разноётся. Красна, да. И поэтому их можно видеть в эфире, и это много о чём говорит. В течение этого часа мы посмотрим, во-первых, клипы, которые снимала Елена Кипер, мы посмотрим даже бэкстейдж со съёмок клипа «Лолиты». Который никак не выйдет в эфир, клип «Лолиты». Мы посмотрим с вами также абсолютно новую, свежайшую работу, о ней подробно поговорим. Это клипы на композиции Дмитрия Маликова. Совершенно уникальная работа, на мой взгляд. Я видела фрагменты, это действительно... Это работа моих студентов, да. Это просто, да, это просто шикарно. Я хочу спросить, Лен, вот на сегодняшний день всё-таки главное ваше дело какое? Главное моё дело... Сейчас я вот удивлю немножечко, да. Главное моё дело — это то, что я своей работой, песнями, произведениями, клипами, сценариями, когда обучаю студентов, на самом деле стараюсь... Я уже давно для себя это определила и осознала. В общем, стараюсь, как бы это сказать правильно, чтобы не звучало слишком пафосно. Поэтому учили меня мои мастера — это давать надежду и использовать исцеляющие всякие техники, потому что в нашей профессии, в нашей работе, а это фантазии и иллюзии, мы на самом деле очень способны подселить в голову каждому через художественное произведение, через визуальное, через аудиальное, да, подселить отличные мысли, которые человек дальше в своей жизни реализует постоянно. Или наоборот, какие-то очень ужасные экраны. Да, это, знаете, как атомная бомба. На самом деле искусство, оно такое, оно может и убивать, и может воскрешать. Кто-то, допуская, услышав сейчас даже ваше представление, может сказать, ну, понятно, вся такая бизнес-вумен, всё, сплошные огромные деньги, и больше там ничего нет. Но я сразу хочу сказать, что это не так, потому что... Нет, совершенно. Понятно, кто вас знает близко, они знают и так, но тут, может быть, вот сейчас есть такие, может, два-три человека, которые впервые слышат о вас. Вы неоднократно в интервью всегда говорили, что наступил определенный период в жизни, когда вы поняли для себя, что вы теперь не головой действуете, а только сердцем. Да. И каждый артист для вас это чудо. То есть я для себя сделаю, что деньги, конечно, они имеют большую роль, но далеко не главную основополагающую. Деньги очень нужны для реализации, потому что для реализации замыслов, на самом деле. Вот я сейчас работаю над несколькими проектами, и я понимаю, как многие мои коллеги, что часть денег, которые принесут эти проекты моей компании, я смогу использовать на съёмки. Я смогу их, на самом деле, вложить в то, что я считаю нужным снять, и не хочу ни у кого спрашивать ни денег, ни разрешения. И как бы вот этот вот процесс, он бесконечен. И я, например, считаю, что очень важно для каждого творца, кто занимается творчеством, кто занимается искусством, обязательно общественно быть полезным. И общественно быть полезным — это когда ты по зову души, по полной, по состоянию любви к ближнему, так скажем, к окружающему миру. Называется вообще психотерапия и радикальная любовь. Когда ты из чувства любви к людям, из того, что ты на самом деле формируешь дальше будущее для своих детей, для тех людей, которые дальше придут в этот мир, ты не просто приходишь, чтобы в нём пожить, его попользовать. Ты не просто потребитель. Этому надо отдавать отчёт. Это приходит, конечно, не сразу, а когда ты сталкиваешься уже с большими вопросами, когда ты уже взрослеешь и сталкиваешься с вопросом, а зачем, собственно, я здесь нахожусь. Вот мне кажется, что каждый творец рано или поздно приходит к этому, к общественной какой-то полезной деятельности. Факультет журналистики у вас, правильно? Первая, да. Потом сопродюсерство с группой «Тату», группы «Тату». То есть это авторство песен, работа с ними, потом шоу-телевидение и так далее. И пошло-пошло один проект за другим, и так далее и тому подобное. В какой момент этот переломный момент случился? Который переломный? Ну вот как раз о том, что вы задумались, что всё-таки нужно нести пользу, информацию, что за этим большая сила. Ну, во-первых, «Тату», я скажу так, в журналистике мне стало понятно, знаете, журналистику раньше называли же «четвёртая власть», на самом деле в какой-то момент она лишилась этого титула, и был период такой. Это действительно чувствовалось, когда я работала в этой сфере, это чувствовалось, и я почувствовала плоды. То есть как человечество, как общество реагирует на то, что ты ему рассказываешь. И это такой мощный инструмент вообще масс-медиа, а уж тем более, когда это искусство. То есть искусство — это эмоциональное, оно очень сильно трогает, оно залезает глубоко в душу, и там уже начинает прорастать. Леночка, я вас прошу прощения, мы должны прерваться, потому что нам нужно обязательно уйти на небольшой перерыв. Но это будет перерыв, посвящённый вам, потому что у нас группа «Конец фильма», «Новый день», режиссёр клипа Елена Кипер. Это важная работа для меня. Внимание на экраны. Лучшее в стране. Да, программа «Лучшее в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас сегодня в гостях Елена Кипер, музыкальный продюсер, поэт, композитор, режиссёр, клипмейкер, преподаватель и так далее, и тому подобное. Сейчас реализуюсь, да. А только что мы с вами посмотрели клип группы «Конец фильма», «Новый день», и до ухода на клип нам Елена сказала, что это был переломный клип в её жизни. Конечно, хочется теперь узнать, почему. Но я притянула к себе Женю Феклистова «Конец фильма» с этой песней, видимо, потому что именно в этот момент... С сценарием? Голыми фигурами или нет? Не-не-не, ни в коем случае. У меня лично, у меня лично было... То есть это был... Мне стукнуло тогда 40 лет, и я чувствовала, что у меня идёт уже какое-то переосмысление очень сильное. Попадает мне... Много попадает песен, и много кто приходит. Но, в общем-то, я работаю над тем, что мне очень сильно в душу, в общем, в душе моей остаётся. И эта песня, она так срезонировала с моим внутренним миром, потому что, знаете как, огромное количество моих друзей, знакомых, которые переживают достаточно сильные кризисные периоды и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет. И каждый раз... А кто-то всю жизнь живёт в кризисном периоде, такие тоже есть. Может быть и такое, может быть и такое. Но здесь, в этом клипе, я постаралась как бы дать какой-то, что ли, рецепт и для себя, и для других о том, что когда ты грязнешь в постоянных, в рутине дел, когда у тебя есть абсолютная социальная роль, и ты в ней уже прижился, и, в принципе, не можешь, уже зашорена, не можешь взглянуть на себя с балкона, а что ты, собственно говоря, делаешь для этого мира. И вообще, проживаешь ли ты жизнь так, что ты всей грудью, душой вдыхаешь в себя воздух и счастлив, и все вокруг тебя счастливы. Конечно, такого, может кто-то сказать, такого не бывает, это утопия. Да бывает, потому что, когда ты идёшь всегда по пути воплощения своей мечты, тебе вообще всё помогает, чтобы ты воплощался, если твоя мечта прекрасна, если она, на самом деле, с заботой о других, если она с любовью. Вот в этом клипе, хоть и там взрослый очень, как бы, ментор, это Женя Феклистов, которому, да, за сорок, уже философ, который задаётся этим вопросом, и молодые люди, они отвечают своими поступками, да, они что-то делают. Потому что там есть главный герой, который вырывается из того социума, из той социальной роли, которую он сам себе, на самом деле, надел, и в ней ходит. Вот люди, в принципе, склонны жить всё время в одном сценарии, и очень боятся выйти из зоны комфорта и поменять свою жизнь. И это было вот для меня, на самом деле, это и есть вот тот переломный момент, когда я выходила из зоны комфорта и меняла жизнь. Друзья, давайте мы сейчас посмотрим небольшую нарезку из работ Елены Кипер, это клипы, и для тех, кто нас слушает, они смотрят, мы, конечно, будем продолжать разговор вести с Еленой. Если уж вы смотрите, то вы, конечно, увидите там своих любимых артистов, сделайте для себя открытие. Если не знали, что та или иная работа — это дело рук, фантазии, головы Елены Кипер. Но, ребят, запускайте, обращаюсь к нашим звукорежиссёрам, операторам. Вот, собственно, такая история. Лена, мы с вами давайте будем продолжать общаться. Это сейчас шоу-рил будет, на самом деле, тех работ, которые... Или вы хотите посмотреть. Нет, я видела это неоднократно, я это собирала, я это делала. Там много представлено артистов, с которыми я работала, молодые. Ну, далеко не все работы, абсолютно точно, можно сказать, да. Лен, вы затронули тему молодых людей, и, конечно, я должна тогда с вами теперь поговорить о ваших мастер-классах, где вы обучаете режиссуре. Где-то в интернете есть информация, что режиссёрский курс — это длится 10 дней. Да, это такой интенсивный, да, безусловно. Время. Но тогда человек должен быть подготовленный. Ну, в принципе, может быть, и неподготовленный, потому что они, сегодняшние молодые люди, они уже давным-давно, на самом деле, научились что-то снимать на мобильные телефоны, выкладывать это в сеть. Да, монтировать видео блестящее. Подготовиться. Конечно, я отбираю этих молодых людей, которые хотят быть участниками курса, ибо даже, вот знаете, как по моему опыту, люди, которые могут оплатить своё образование, но, по большому счёту, они не склонны к этому образованию, просто это модно или им просто хотелось, да, очень часто, ну, как бы не имеют, да, представления. На некоторых курсах мне попадаются достаточно подготовленные, даже выпускники в ГИКа, даже вот... Идут к вам на курсы. Да, потому что... Ну, потому что это современная профессия. А, Желина, есть ещё и голливудское образование там, да, в Лос-Анджелесе, как это даже не одно, по-моему, полученное. И вот курс, который я проводила, я режиссёр, который вот мой интенсивный курс, приезжал мой мастер, и он приезжал, прямо я очень попросила, чтобы вдохновил хотя бы на один день Пол Браун, который меня обучал в Нью-Йоркской киноакадемии. Ну, просто это вообще отдельная история. Это человек, который создал секретный материал, X-Files, мы все его знают. Присающий. Этот сериал, вот. И тоже он академик, в общем, в Академии искусств Нью-Йоркской. Вот. И то, что касается курса, конечно, нужно иметь базовое хотя бы представление о том, как композиция, как экспозиция. И ребята приходят уже со вкусом, уже с чувством этого. Хотя бы посетить для этого нужно до этого музеи какие-то, посмотреть великолепные картины и посмотреть хорошее кино, да, иметь представление о том, как это делается. Потому что, безусловно, мы все учимся. Базовое образование, когда мы получаем, мы учимся, в общем, на оригиналах каких-то других мастеров. Иногда это становится для некоторых причиной снимать копии, но для этого существуем мы, вот, допустим, да, преподаватели, когда мы начинаем разговаривать. Вот я, например, я мотиватор. Я, безусловно, обучаю профессии. У меня есть еще несколько преподавателей, которые дают знания. Там оператор-постановщик, режиссура, мастера по режиссуре. И я мотиватор. И я стараюсь это на уровне психологии в человеке рождать любовь к своей индивидуальности и к тому, чтобы изнутри своей индивидуальности вытащить свои фантазии, свои представления о мире. Вот вы как-то сказали, что для вас каждый артист, с которым вы работаете, это чудо. И вообще ваша работа — это чудо. Я так понимаю, что тогда и ваш студент каждый, он тоже для вас, да, вот большое чудо индивидуальности. Я в таком восторге. Я вот не знаю, я слышала от многих разных преподавателей, когда мы собрались, собирались на неких собраниях своих, на консилиумах, вот, они рассказывали, что, ой, у нас такие студенты, у них такое эго, они вообще не слушают никого. Для меня был... Поскольку я к жизни отношусь, в принципе, как к чуду, и к каждому дню, и всем очень рекомендую. Я, затаив дыхание, наверное, часа два я в молчании провела перед первой встречей со своими студентами, потому что я их не знала, я не видела, я видела их работы только предварительные. И когда я зашла и увидела все эти глаза, и увидела, и почувствовала, как они настроены, и как им хочется, это правда чудо. И сколько они от тебя берут, сколько впитывают, и когда уже они рождают работу, которую ты просишь их сделать, на которую ты их мотивируешь, направляешь, и поправляешь, корректируешь, когда они это рождают в кратчайшие сроки... Это еще одно чудо. Это правда, да, это так. И они сами понимают, что это магия случилась, и они сами понимают, что они сделали первый шаг, и что-то здесь было, какое-то божественное вмешательство точно. И как важно, что именно вы оказались на начале их пути, ведь это всегда очень важно, и от педагога зависит практически все, да, да. Знаете, очень интересная история, когда училась в русской школе, я же училась параллельно, я получала знания по режиссуре, по сценаризм, ну, по драматургии, по продюсированию кино в русской школе и в американской параллельно это получилось на какой-то момент. Разница, наверное, колоссальная была, да? Я вам скажу так, в русской школе те мастера, которые приходили, они говорили, ну что двоечники в начале занятий, нам, взрослым людям, я уже была взрослой, и реализованным человеком, и также все мои сокурсники. А когда ты приходишь к коучу, грубо говоря, вот этот вот преподаватель, он еще и коуч, он на самом деле должен быть настроен на твой успех. Не просто на то, чтобы тебя научить и немножко тебе показать, типа я тут мастер, а ты, он настроен на твой успех, и он тебе говорит, ты можешь все. И для меня я взяла от, ну, их системы очень много, потому что она и порождает, она дает возможность сделать первый шаг, не сомневаясь в себе, уверенность в себе получить. Друзья, я предлагаю нам сейчас с вами посмотреть бэкстейдж со съемок «Лолиты. Ты мое море». Безусловно, уникальный абсолютно материал, потому что клипа-то еще нет в доступе, да, даже в просторах интернета. Более того, я скажу, он существует в нескольких версиях. В версии, одна версия моя, другая версия Лолиты. Так, а что же мы в итоге увидим-то, и когда это случится? Я не знаю. Дело в том, что песня «Ты мое море», в целом мы работали в сценарий, в принципе, просила уже по своим представлениям. Лолита частично видела сцены, которые она очень хочет в этом сценарии воплотить. По большому счету, это была притча. Это история, ну, не просто человека, да, который... Ну, или все просто, вот работа кипит. Да, на работе, на работе вот надо забыть совершенно, вот на этой работе режиссером забываешь совершенно о себе. Конечно. И это притча о человеке, который в суете и в каждом дне теряет себя, и ему нужно успокоиться, пойти и каким-то образом ощутить божественное присутствие. Вот если высоким языком сказать. Какие эмоции искренние. Да, а так, казалось бы, песня «Ты мое море», но тоже это же такие облака. Мне, на самом деле, очень хотелось, чтобы она была вне времени, эта работа, потому что если бы было только залито все солнцем и так далее, поскольку это притча, в притче не может быть бесконечно все залито солнцем. Это трансформация человека. Боже, тут действительно погода менялась просто. Да, Сочи, Абхазия, Красная Поляна, великолепно, там я обожаю это место. Мне кажется, что там обязательно нужно строить продакшены, павильоны, и снимать, как в Голливуде, ничем не уступает. Вот я ездила по Калифорнии, я смотрела, там это все еще, к тому же, очень дорого, все эти ранчо арендовать, а здесь, пожалуйста, вот дядя Ваган в кафе на краю земли. И, здрасте, дядя Ваган, можно вас поснимать? Конечно, а можно построить здесь еще повеливан? Серьезно. Лена, у вас Лолиты любовь давняя, и огромное количество клипов, если не все вообще, да, вы ей снимали, продюсировали, но очень много. Нет, не все, конечно, но я издатель, да, я издатель Лолиты уже на протяжении многих лет. И вас уже связывают не просто дружба, а даже какие-то, не знаю, очень тонкие такие, какие-то удивительные отношения. Это как в семье, да. Но это, скажите, это в вашей совместной работе, это упрощает процесс или, наоборот, усложняет, когда вот достаточно близкие отношения? Как в семье, там же могут быть такие ссоры порой. Когда глубоко друг друга знаешь, можешь очень сильно, на самом деле, создать материал. Песню или видео. И, конечно, я очень много снимаю Лолиту, очень много. И постоянно снимаю бэкстейджи. И мы видим только, ну вот зритель видит только самое-самое прямо перфектное. То, что снимали, и как это все, ой-ой, романтически происходило. Конечно, очень много трудностей всегда, когда ты снимаешь. Много вопросов возникает, много решений нужно принимать очень быстро. И возникают, безусловно, ну, скажем так, конфликтные точки зрения, да. То есть вот мы, например, этот клип монтировали. Я свою версию, Лолита свою. Лолита свою. Да. Потому что она же сама потрясающий режиссер, сама актриса. Она сама режиссер, безусловно. Да, конечно, у нее свое видение какое-то есть. Леночка, я хочу сразу, чтобы мы с вами перешли к вашему еще удивительному проекту. Что для Дмитрия Маликова «Семь чудес Елены Кипер» — это семь клипов, которые были сняты меньше, чем за сутки. Почему вы так реагируете? Смеетесь. «Семь чудес» для Дмитрия Маликова. Ну, в принципе, да. Я соглашусь с этим названием. Я могу сказать. Я соглашусь. Мне захотелось, потому что, когда я познакомилась с Дмитрием Маликовым поближе, мне действительно захотелось очень, чтобы это произошло. Вот эти чудеса. Почему? Потому что очень красивый человек, очень фактура. То есть у нас таких голливудских семей, как у Дмитрия, на самом деле не очень много. То есть вот так вот вышли люди, и вот они вот такие красивые. И столько лет вместе. Очень светлые. Это чувствуется тоже. Да, все очень здорово, на самом деле. И интеллект, образование. И вообще это такая совокупность большая. На самом деле это очень успешный человек. Вот по восточной философии я вот слышала, когда у человека все хорошо. Женщина рассказывает про друзей, про своих знакомых, не про себя. Вы должны говорить, что я, я, вы знаете, я, вот я и я. Мы сейчас поставим композицию, как правильно сказать, шедевр под названием «Ласточки». «Все семь чудес» находятся на вашем официальном канале, на YouTube, да? Он так и называется. Помогите мне, подскажите, пожалуйста. Он называется «Елена Кипер. Паблишинг и продакшн». И продакшн, да. Название компании. А я абсолютно... «Все семь разные работ». Это сняли студенты на композиции из альбома Дмитрия Маликова «Пианомания». Он уже давно вышел. Дмитрий, вот я понимаю, что у него сегодня, есть сегодняшнее его современное воплощение, при этом при всем вот эта вот неоклассика, так называемая, я очень хорошо его понимаю, что он считает недореализованными эти работы, что их еще никто не услышал так, как нужно. И когда ты слушаешь и понимаешь, что на самом деле эти работы могли бы сопровождать быть саундтреком какого-нибудь, каких-нибудь фильмов, очень хорошо себе представляла, и поэтому ребятам, студентам своим, дала это как задание для дипломных работ вот этого интенсива. То есть полностью весь сценарий, монтаж, съемки, это все их рук дело, ваших студентов. Они сами все это сделали. Я знаю, что уже и Дмитрий посмотрел, ему это все безумно понравилось, это вдохновило его еще на сочинение новых композиций. Я прислал, да, и несколько сценариев еще были рождены ребятами, поскольку я провожу тоже среди них, есть такое название «Питчинг», это конкурс, когда ребята представляют свои сценарии. Это, как раз, это же ваше нововведение в шоу-бизнесе. Вы знаете, это на самом деле распространственная штука. Он в нем наше штука, да, за рубежом питчинги для молодых людей, которые хотят реализоваться, мне очень интересно с ними на самом деле работать. Вот, они приходят и рассказывают свои истории. И вот на несколько историй Дмитрия были придуманы еще сценарии замечательные, и Дмитрий сказал, под эту историю нет ни одной композиции в пианомане, я напишу новую. И следом прислал три композиции новые. И вот мы придумали, что надо сделать некий триптих, то есть снять три истории сразу, которые одна другую продолжает. Это тоже чудо. Это схема музыкальная. Очень красивая работа. Обязательно надо всем пересмотреть, потому что они все разные. Они очень разные. И, конечно, там играет смысл все. И музыка Дмитрия, исполнение, и актерские, и режиссерские работы. Это все потрясающе. Лен, дальше. Вот вы сегодня, завтра над чем будете трудиться? Над чем работать? Вы знаете, когда я так торопилась к вам, я ехала буквально вчера над чем? Есть много таких, знаете, неожиданных вещей. Я, например, вот сейчас Круг Света будет в Москве. Круг Света. Я уже третий год делаю миксы Круг Света. Это очень интересная, невероятно интересная работа музыкальная. Миксы там сложно сочиненные, там очень много всяких креативных решений. Там много песен, которые уже заимствованы откуда-то. Но, тем не менее, мы некоторым даем новое дыхание. И то, что люди смотрят, эти фейерверки, немыслимое что-то, что происходит, это все происходит, это мы начинаем делать только в апреле месяце, мы начинаем делать эту глобальную работу. И вот такие вещи я тоже делаю. И сейчас будет очень большое событие, ивент в Сочи, международный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в 1957 году в России, потом только в 1985, и теперь сейчас вот будет новый. А до этого он каждый год проходит в странах других, международный фестиваль, как Олимпиада. И вот меня пригласили сделать, стать музыкальным продюсером мюзикла, который будет на закрытии этого фестиваля. В общем-то, да, в ходу в фестиваль осталось совсем немного времени, казалось бы, но дело в том, что участвовать в этом мюзикле будут участники этого фестиваля, которые приедут только. То есть мы буквально, ну, на ходу будем это сочинять и создавать. Удивительно. С Андреем Цветковым, это такой режиссер-постановщик мюзиклов, очень известный, и несколько прямо топовых исполнителей, главных ролей мюзиков в Чикаго, вот Лика Рула будет участвовать, хореографы, всё прямо Эльвира Таха хореограф, да. И всё это будет прямо очень-очень большое и, на самом деле, грандиозное событие. Леночка, ваш сын Андрей, часто ли вам говорят слово «мама», а когда же я, когда на меня будет время? Он со мной все время ездит, да, везде, но слава богу. Я его отпрашиваю, когда я говорю учителям, я говорю, я сейчас Андрея хочу взять с собой на конкурс, который я продюсирую «Я люблю тебя, Россия», он будет проходить там-то, там-то, но ещё есть такой конкурс. И они говорят, конечно, забирайте. Если бы я могла своим детям дать это, говорит преподаватель, я бы обязательно это сделала. И поэтому он со мной месяц на Тавриде, там, в невероятно творческой среде, на международном вот этом, на творческом форуме молодёжном. На фестиваль молодёжи и студентов заберу его однозначно на неделю. Он уже проявляет как-то интерес какой-то определённой стезе, какой-то деятельности конкретной? Ну, может быть, ему нравится снимать на мобильник пока или монтировать, или петь, стихи сочинять. Он, по-моему, собрался управлять страной. Слушайте, ну, тоже очень даже... На самом деле у него была мечта, наконец, встретиться с президентом. И он к нам на Тавриду приезжал президент на заключительную смену. Они виделись, мечта исполнилась. Да, он сидел, не дышал. Да, мечта исполнилась. Он не познакомился с президентом, но он на него посмотрел. И на самом деле сделал свои выводы. Я вижу, что он в творческой среде живёт, но у него очень много исторических знаний, которых нет у меня. И он это всё миксует. Из этого получается какой-то очень интересный, на самом деле, замес. Я не форсирую ничего. Я нарочно, специально не заставляю его. Я знаю многих детей, которые с трёх лет занимаются музыкой. Я сама занималась музыкой с восьми лет. И когда ребёнок этого хочет, очень хочет, когда душа просит. Я считаю, что те девчонки, которые со мной рядом занимались музыкой в музыкальной школе, и это было им очень тяжело, потому что родители над ними стояли, в итоге реализации музыкальной я не вижу. Не случилось. Да, поэтому пусть это будет зовом души. И здесь я вот как бы в такой некой свободе творческой. Вы как-то сказали, что раньше вы притягивали долго, думали, фантазировали, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. А сейчас вам достаточно просто захотеть этого. Вот захотеть, и всё случается. Есть какой-то секрет, как правильно желать и притягивать вот это что-то хорошее, большое в свою жизнь? Ой, вы знаете, секрет есть, но это как у балерины, которая легко прыгает, значит, на сцене, а за этим стоят годы тренировок. На самом деле это годы тренировок, духовных практик разных, потому что надо очень-очень здорово, когда ты начинаешь материализовать. Я как режиссёр на съёмочной площадке, просто архитекторы, все на самом деле, и вы, мы все материализаторы. Архитектор подумал, потом нарисовал, потом это построили, правильно? Да, да. Вроде идёт от момента замысла до момента воплощения очень много действий на самом деле. И эти действия, если нету сильного желания, если вот внутри это не сформировано, может и не случиться, ведь много архитекторов, которые нарисовали, но ничего не построилось. Я просто хочу... Это годы тренировок от точки А, когда ты замышляешь, и дальше кропотливые работы, на самом деле, всё-таки своей, других людей, которых ты вдохновляешь на то, чтобы они это создали вместе. Бывают такие вещи, как вот там, допустим, что-то раз, когда это очень подвижное. Но это не камень, а человек, да? Знаете, что я думаю, что нам обязательно нужно сделать прям серию программ специальных, посвящённых каждой вашей деятельности. Давайте мы это продумаем за кадром уже. Да, ну и, конечно, сделаем наши встречи периодически, потому что, ну, потрясающий, правда, вы человек, и безумно интересно. Спасибо большое. У нас время вышло, к сожалению. Спасибо вам огромное за ваши вопросы, и за то, что... Спасибо за интерес вашего. Спасибо большое. Успехов в любой задумке. Все ваши задумки уже понятны. Очень большие, светлые, хорошие, невероятно. Пусть всё складывается так. И всегда ждём к нам в гости с рассказом о том, как всё происходит, и следим за вашими добрыми и большими делами. Благодарю вас. Елена Кипра, друзья. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое. Лучшее в стране. Мы обязательно продолжим общаться. Спасибо. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Спасибо.